Стихотворение «Осень» Александра Сергеевича Пушкина Полный текст стихотворения вы сможете найти в первом комментарии к этому видео. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей И стражду тозими от бешеной забавы И будет лай собак, уснувшей дубравы. Теперь моя пора. Я не люблю весны. Скучна мне оттепель, вонь, грязь. Весной я болен. Кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены. Суровую зимой я более доволен. Люблю ее снега. В присутствии луны, Как легкий бег саней с подругой быстро и волен, Когда под соболем согрета и свежа, Она вам руку жмет, пылая и дрожа. Как весело обувь железом острым ноги, Скользить по зеркалу стоячих ровных рек, А зимних праздников блестящей тревоги. Но надо знать и честь. Полгода снег да снег, Ведь это, наконец, и жителю берлоги Медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в санях с армидами молодыми, Или киснуть у печей за стеклами двойными. Ох, лето красное, любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя нас мучишь, Как поля мы страждем от засухи, Лишь как бы напоить да освежить себя. Иной в нас мысли нет, И жаль зимы старухи, И, проводив ее блинами и вином, Поминки ей творим мороженым и льдом. Дни поздней осени вранят обыкновенно, Но мне она мила, читатель дорогой, Красою тихою, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной К себе меня влечет. Сказать вам откровенно, Из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго, Любовник нечеславный, Я нечто в ней нашел мечтою своей нравной. Как это объяснить? Мне нравится она, Как, вероятно, вам, чахоточная дева, Порою нравится. На смерть осуждена. Бедняжка клонится без ропота, Без гнева. Улыбка на устах у вянувших видна, Могильной пропасти она не слышит зева. Играет на лице еще багровый цвет, Она жива еще сегодня, Завтра нет. Унылая пора, А чей очарование? Приятна мне твоя прощальная краса, Люблю я пышные природы увядания, В багрец и в золото одетые леса. В их тенях ветра, Шум и свежее дыхание, И мгло и волнистою покрыты небеса, И редкие солнца луч, И первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь, Здоровью моему полезен русский холод, К привычкам бытия вновь чувствую любовь, Чередой слетает сон, Чередой находит голод, Легко и радостно играет в сердце кровь, Желания кипят, Я снова счастлив, молод, Я снова жизни полн, Таков мой организм. Извольте мне простить Ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня, В раздоле открытом, Махая гривою, Он всадника несет, И звонко под его блистающим копытом Звенит промерзлый дол И трескается лед, Но гаснет краткий день, И в камельке забытом Огонь опять горит, То яркий свет леет, То тлеет медленно, А я пред ним читаю, И льду мы долгие В душе моей питаю, И забываю мир, И в сладкой тишине Я сладко усыплен Моим воображением, И пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется Лирическим волнением, Трепещет и звучит, И ищет, Как во сне, И злится, Наконец, Свободным проявлением, И тут ко мне идет Незримый рой гостей, Знакомцы давние, Плоды мечты моей. И мысли в голове Волнуются в отваге, И рифмы легкие Навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, Пирог бумаги, Минута и стихи Свободно потекут. Так дремлет недвижим Корабль в недвижной влаге, Ночью матросы вдруг Кидаются, ползут Вверх-вниз, И паруса надулись, Ветра полны, Громада двинулась И рассекает волны, Плывет. Куда ж нам плыть? Краткий анализ стихотворения «Осень» Александра Сергеевича Пушкина. Произведение было написано осенью 1833 года, когда поэт пребывал в Болдино. В это время Пушкин чувствовал творческий подъем, в его блокнотах появилось много новых произведений. Тема стихотворения «Красота осени и зимы», которые противопоставляются лету. Стихотворение написано в форме монолога лирического героя, в котором по смыслу можно выделить несколько частей. Пейзажные зарисовки, посвященные разным временам года, рассказ о вдохновении, окрыляющем поэта в зимнее время. Формальная организация 12 частей, 11 из которых октавы, и один монастих. Жанр послания. Стихотворение написано шестистопным ямбом, рифмовка перекрестная и параллельная. Что касается литературных приемов, то в стихотворении встречаются такие приемы, как метафоры. Роща тряхает последние листы с ноги своих ветвей, будет лай собак, уснувшие дубравы. Весной я болен, кровь бродит, чувства, ум тоскою стеснены. Поминки ей творим мороженым и льдом, желание кипят, эпитеты, чахоточная дева, пышное увядание, красота блистающая и сравнение, как поля мы страждем от засухи. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!